После трагедии в Кемерово главной темой последних дней стало обсуждение безопасности торговых центров по всей России. Мы отправились в два крупных торговых центра города и посмотрели, легко ли выбраться из них в случае пожара, и стоит ли жителям волноваться за свою безопасность и безопасность своих детей во время совершения покупок, посещения кафе или батутного центра, расположенного на четвертом этаже торгового центра «Айсберг». Первое, на что мы обратили внимание, это наличие поэтажного плана эвакуации людей во время пожара. Лестница находится здесь, с этой стороны должны быть кнопки экстренного вызова и дальше по коридору огнетушители. Сейчас мы посмотрим, есть ли эти кнопки, есть ли здесь огнетушители. В соответствии с поэтажным планом можно найти кнопку для включения противопожарной сигнализации. Кнопка открывается без проблем, то есть можно вот так слегка ее открыть и нажать, если вы увидите задымление или пожар. Мы нажимать, конечно, сейчас не будем, но кнопка обозначена на плане эвакуации, она там есть. На всех этажах центров есть наклейка-указатель, куда идти в случае аварийной ситуации. А над дверями запасного выхода висят светящиеся таблички «выход», которые при пожаре помогают людям сориентироваться в направлении движения. Светится табличка на зеленом фоне, значок выхода. Дверь спокойно открывается, можно идти. Аварийные выходы открыты, подход к ним просторный, ничем не завален и все двери на этажах открыты. Как мы увидели, в соответствии с планом эвакуации расположены везде кнопки вызовов. Мы нашли спокойно аварийный выход, который не закрыт. Можно спуститься вниз и беспрепятственно уйти от опасного пожара. За дверями находится лестница, которая ведет на улицу. Двери на улицу тоже свободно открываются и не мешает в случае чрезвычайного происшествия покинуть здание. Вот так должен выглядеть запасной выход. То есть должна быть внутри задвижка, то есть без проблем дверь должна открыться и люди могут выйти. Снаружи не зайти, но у нас внутри очень легко, что с головы не нужно. Проверили мы огнетушители, которые в обоих зданиях были в наличии и располагались в соответствии со схемой плана эвакуации. Дата зарядки 4.08.2015 года. А на огнетушителе написано, что испытывайте перезаряжание реже одного раза в пять лет. То есть получается огнетушитель годный. Персонал торговых центров охотно рассказал о противопожарной готовности зданий, о системе эвакуации людей и действиях сотрудников при экстренной ситуации. Я сначала прохожу, там посмотрю, например, третий этаж, я знаю, что прохожу, нет ли возгорания. Если есть возгорание, я опять же должен срочно позвонить старшему, там у нас вот ключики от этих. От всех магазинов, да? Вот они здесь, под бомбой. То есть я должен вскрыть, открыть, чтобы пройти, если не тушительный, если в моих силах. В съемочной группе показали помещение, где отображается вся противопожарная система и работает в виде наблюдения. Наша противопожарная безопасность. Здесь пульт управления находится. То есть в случае малейшего задымления в здании происходят звуковые сигналы. И сирена, если идет пожар, происходит пожар, сирена очень огнушительная, она по всему зданию распространяется. То есть это система оповещения, стоит микрофон, здесь видеокамеры, просматривается весь торговый центр, просматривается по периметру, как по периметру, так и внутри всего здания. То есть пожарную сигнализацию мы обновляли буквально год назад, новая пожарная сигнализация. Обновляли все датчики. Скажу больше того, что стали барахлить 9 датчиков, и буквально неделю назад, о чем даже документы подтверждают, все у нас. Приехала организация, которая, значит, обслуживает у нас, поменяли эти датчики. А вот у вас на дажах кнопка, здесь вы, и две, они оберабочие? Да, все кнопки рабочие. По словам сотрудников магазинов, расположенных здесь, им регулярно приходится принимать участие в учениях, касающихся безопасности, в том числе и противопожарной. И они знают, где расположены забасные выходы, тревожные кнопки, огнетушители. Проводится систематический инструктаж с арендаторами, с продавцами, как себя вести, как действовать в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. А мы вот видели некоторые гидранты, закрытые на глупую дверцу, как его открыть? Там в каждом должен быть ключ. Пожарными гидрантами оборудованы оба здания современных торговых центров. Встаем, разматываем. То есть здесь ничего подключать не надо? Нет, 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 вот он, он подключается, разматывается и включается. У нас идут проверки, сейчас скажу, раз, по-моему, в полгода проверяют давление, чтобы давление соответствовало. А вот скажите, вы верите в то, что в Зимней Вишне не было вот такой системы? Я, знаете, что у нас здание строилось непосредственно под торговый центр, а Зимняя Вишня это переделка. То есть, сами можете видеть, у нас коридоры широкие. То есть, если это бывшее какое-то промышленное предприятие, то вот коридорчик, мы с вами вот так вот будем заходить. Беспрепятственно осмотрев помещение, мы лично убедились, что все системы безопасности в рабочем состоянии. Аварийные выходы не заблокированы, персонал обучен, системы постоянно проверяются. И посетители торговых центров в случае экстренного происшествия, не поддаваясь панике, смогут спасти свои жизни, следуя правилам пожарной безопасности.